Объем долгов по зарплате на Кубани намного ниже, чем в других регионах страны. На 1 мая, по данным статистики, официальная задолженность была более 21 миллиона рублей. Но системная работа по погашению зарплатных долгов на предприятиях края принесла свои результаты. Они снизились на порядок. На 1 июня задолженность снизилась до 2,5 миллиона данного состава. Только за период 2014 года мы, в результате совместной работы и прокуратуры, органов исполнителей власти края, наших инспекций, погасили задолженность по зарплате в объеме 308 миллионов рублей. В том числе на предприятиях, которые находятся в стране банкротства, 140, больше 140 миллионов. В Крае работают с латентной задолженностью по заработной плате. Выявляют в результате мониторинга, который ведут краевые и местные органы власти. В регионе формируют единый реестр предприятий, должников. Министерство экономики Края аккумулирует информацию о всех краевых и муниципальных органах власти, государственной инспекции по труду и правоохранительных органов. На сегодня у нас латентная задолженность отмечена в 135 организациях, на действующих предприятиях задолженность 240 миллионов, на тех предприятиях, которые находятся в всех временных стадиях банкротства 457 миллионов. Особо, конечно, надо обратить внимание в пододолженности на предприятиях, которые участвовали в строительстве и сейчас участвуют в эксплуатации олимпийских объектов. В Анапе на 16 июня задолженности по зарплатам на действующих предприятиях муниципального образования нет. На курорте три предприятия в стадии банкротства. Витязевская птицефабрика, дирекция строительства Анапского комбината и русская лоза. По каждому намеките план мероприятия. И если в июне, допустим, по русской лозе заканчивается оценка основных средств, то отслеживайте ситуацию. Наша задача. Конечно же, лучше всего продать одним комплексом. За счет средств от продажи имущества будет полностью погашена задолженность по заработной плате. 8 миллионов 200 тысяч рублей. Особое внимание к тем руководителям, которые не оплачивают налог на доходы физических лиц. Если сегодня НДФЛ не оплачивается, то это должен быть первый звоночек уже. У нас такие предприятия есть. То есть там либо идет укрытие, знают, что плановая проверка через полтора года придет, либо нечем платить. Успех в борьбе с неплательщиками заработной платы зависит от того, насколько быстро контролирующие органы узнают о задолженности по заработной плате на предприятии. Информацию можно сообщить по телефонам горячей линии. В Краснодаре и в Анапскую межрайонную прокуратуру.